Виноград с плантаций, принадлежащих винодельческой компании BASA VIN & COMPANY, уже практически убран. Бригада из 11 человек собирает урожай с последних гектаров. Уборка идет хорошо, рады за хороший урожай. Люди с настроением работают, кто приходит на работу. Площади, которые обрабатывает агрофирма, засажены виноградом элитных для виноделия сортов – мерло и каберне. И хотя засуха сказалась на урожайности, качеством сладких ягод винограды рядовольны. По этому году лучше себя показал каберне. Сахар на сегодня где-то 23-24. Урожайность порядка 8-9 тонн с гектара. Это то оптимальная урожайность, то, что можно получить максимальное качество. Качество винограда напрямую влияет на качество винодельческой продукции. В этом году оно обещает быть отменным. Особенно высоки требования к винам премиум-класса, которые изготавливаются на предприятии по классической технологии в ограниченных количествах. В этом сезоне 2014 года я работал над производством белого вина высшего качества – премиум-класса. Мы вырабатываем его не в очень больших количествах, но пробуем различные типы дрожжей, ферментов, чтобы быть востребованными на европейском рынке. Сегодня компания реализует вина более чем в десяток стран мира. Как отметил Валерий Драгнев, требования, которые выдвигают покупатели из Европы, США и Китая к молдавской продукции, вполне понятны и обоснованы, чего нельзя сказать о российских партнерах. Отношения с ними оказались прерваны после введенного год назад очередного эмбарго. Эмбарго – это такая ширма, за которой в другой раз скрывается и бесхозяйственность, и то, что мы не дорабатывали раньше. Но надо сказать, что сейчас у нас очень серьезная команда молодых людей, менеджеров по сбыту. И за эти полтора-два года появились новые покупатели, новые рынки. Это идет в рост, то, что радует. По данным Национального бюро статистики, в первом полугодии 2014 года молдавский экспорт в страны ЕС вырос на 8%. При этом товарооборот с Россией снизился на треть, что привело десяток винодельческих компаний, не успевшие переориентироваться на новые рынки, к краю банкротства. Конечно, чтобы выйти на полный объем продаж, это еще нужно будет время. И надеемся, что эти проекты, которые были приняты на уровне правительства, там и союза экспортеров, виноделов, притворятся в жизнь. Будут эти деньги с Европейского банка инвестиций. И в целом удастся как бы самортизировать эту сложившуюся непростую ситуацию. На реализацию программы реструктуризации винодельческого сектора Молдовы Фильера Винулу Европейский инвестиционный банк выделил нашей стране 75 миллионов евро. Европарламент и Совет Евросоюза в ответ на санкции Москвы приняли решение о полной либерализации с 1 января 2014 года рынка ЕС для вин из Молдовы и импорте их по нулевой таможенной пошлине.